Эта встреча волонтёров не просто летний субботник в сквере, а первый этап переработки мусора. Всё вторичное сырьё, которое удается собрать, добровольцы сортируют, чтобы в последующем дать ему новую жизнь и улучшить экологическую ситуацию в городе-герое. Мы собираем разные фракции. Это обычно крышечки, алюминиевые баночки и стекло. Если мы находим мусор, который нельзя на переработку отправить, мы просто складываем в отдельный мешочек, это смешанный мусор. А, например, стекло мы у нас на производстве очищаем от всего лишнего, превращаем в стеклянную гайку, либо, если это целые бутылки, мы их выплавляем в специальные муфельные печи. И ребята через неделю, те, кто принимал участие, сегодня в субботники приходят и принимают участие в творческом уже мастер-классе. Они то сырьё, которое мы собрали, превращают в интересные элементы декора. В первые выходные июля убирать мусор решили на корабельной стороне, в сквере у второго бастиона. С виду у памятника достаточно чисто, но поиск мусора, как правило, надолго не затягивается. Всегда поиск мусора – это такой определённый квест. Зачастую визуально всё чисто, но как стоит отойти куда-нибудь чуть-чуть в сторону. И там есть кусты ежевики, в которых очень много мусора, либо какая-нибудь яма, где много мусора. Соответственно, мы привезли с собой специальные палки-хваталки, для того, чтобы ребята не пытались руками это достать и не травмировались, а доставали специальными нашими гаджетами. Среди участников экологической встречи – как добровольцы-новички, так и опытные волонтёры, которые знают многое о переработке и готовы делиться опытом с теми, кто присоединяется к проекту. Я заинтересован в экологических проблемах нашего города. И самый простой способ их решить – это пойти на эко-волонтёрство. А в этом деле, в самом, я уже где-то полгода. Собираем мы всё подряд. Только следует разделять мусор, который пойдёт на свалку, и тот, который действительно можно переработать. То есть это алюминий, в частности, алюминиевые банки, пластик, пластиковые бутылки и тому подобное, бумага, картон. Субботники проходят в рамках экопроекта «Переработка в деле». Благодаря работе волонтёров на переработку отправляется вторичное сырьё из разных районов Севастополя. Мы проводили уже субботник в Ленинском районе на троллейбусном спуске. Также мы проводили субботник совместно с хорой Херсонеса, убирали на Рыбацком причале. Совместно с молодёжью Севастополя также принимали участие в городе, проводили два субботника. Сейчас вот у нас ещё два осталось субботника. Есть ещё одно проблемное очень место. Мы скоро его озвучим. Планируем субботник ориентировочно 13-го числа. Пополнить ряды волонтёров может каждый. Анонсы субботников публикуют в социальных сетях Центра арт-решения и группе добровольцы Севастополя. Валерия Солдатенкова, Денис Александрович, Севинформбюро.